Всем привет, друзья! Вот и подошло время для очередных студенческих новостей от команды Универньюз. Поэтому отложи свои дела. С тобой я, Регина Якупова, сегодня в выпуске. Не учеба, а сплошная романтика. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ готов к приему. Им есть о чем говорить, раскрыть талант журналистов Энергетического университета. Ученые из ведущих университетов мира сейчас находятся в Казани. На пятой региональной конференции ЦЭС, организованной на базе Института международных отношений и истории востоковедения КФУ, ученые обсуждают проблемы, касающиеся евроазиатские регионы. Подробнее в следующем сюжете. 2 июня на базе Института международных отношений и истории востоковедения КФУ состоялось открытие пятой региональной конференции ЦЭС. В России данная конференция проходит впервые. В ней принимают участие ученые из 25 стран мира, таких как Германия, Великобритания, Франция, США, Норвегия и многие другие. Это первая конференция, которую устроили в России. Я считаю, что для нас честь, для Татарстана иметь это сообщество. Тут представители более 25 стран. Крупнейшие университеты Америки, России, стран Запада, Джордж-Вашингтон-Университет, Харвард, Кентские университеты. То есть огромное количество самых ведущих университетов, которые проявляют интерес именно к этому региону. Общее количество участников составляет порядка 200 человек, занимающихся проблемами евроазиатского региона из ведущих мировых научных центров. Программа конференции состоит из 51 раздела, посвященных различным научным проблемам, связанным с евроазиатским регионом. Очень значимо для нас, что это проводится именно в Казани, потому что Казань – это, можно сказать, один из главных центров изучения этого региона. И для каждого, который изучает регион, он знает эту значимость. Так что люди с удовольствием сюда приехали, чтобы принимать участие со всех стран мира. Отметим, что конференция продлится до 4 июня. Адилия Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. До старта приемной кампании 2016 осталось уже совсем немного. Но наверняка многие абитуриенты все еще не определились, куда поступать и с какой профессией связать свое будущее. Если ты из таких, тогда наш следующий сюжет – то, что врач прописал. Институт геологии и нефтегазовых технологий – еще один юноша в составе Казанского федерального. В новом формате институт начал работу в 2011 году, и при этом ему уже удалось заявить о себе на весь мир. Сегодня ИГИНТКФ признанный лидер по подготовке специалистов для нефтегазовой сферы. И статус выпускника этого института гарантирует стопроцентное трудоустройство. Наши выпускники востребованы колоссально, потому что я могу сказать так, что за ними в принципе стоит очередь. То есть приезжает каждый раз, каждые недели, буквально последние недели, приезжают компании, выступают, агитируют. Во-первых, это, конечно, Татнефть. Это нефтегазозабывающее управление Татнефти. Сегодня мы проводим очень большую работу с Татнефтью в области разработки высоковязкой нефти, сверхвязкой нефти, так называемой, или природных битумов. В этой области очень много предложений. «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». То есть практически все крупнейшие компании России, они приходят к нам за выпускниками. Секрет такой востребованности выпускников ИГИН заключается в принципиально новом подходе к образовательным программам. Дело в том, что институт активно сотрудничает с реальным сектором. Сегодня остро стоит вопрос внедрения в нефтегазовую сферу инновационных технологий и методов. Их разработкой и занимаются в Институте геологии и нефтегазовых технологий, параллельно готовя специалистов, которые будут владеть этими технологиями в совершенстве. «Россия – страна ресурсов. Не надо говорить, что мы на ресурсной игле сидим. На самом деле Россия очень богатая страна, и мы должны этим богатством правильно распоряжаться. Мы должны его сохранить для потомков и сегодня использовать для обогащения нашей страны, людей наших, чтобы люди стали наши счастливые, счастливые, здоровые были. И для этого, конечно, нужно знать, как это делать. Мы этому учим. Кстати, поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий не так сложно, как кажется. Чтобы пополнить ряды будущих геологов и нефтяников достаточно крепкого желания и немного романтики. Конечно, мне хотелось бы, чтобы ко мне пришли ребята, которым нравится геология, которым нравится природа, которым нравится путешествовать. Понимаете, вот люди романтики говорили раньше, вот в 60-е годы геология была романтической специальностью, конкурс был бешеный просто совершенно. Люди шли валом там, да, и действительно была такая гитара, костры, костер там, да, тайга, комары. Сегодня это никуда не исчезло на самом деле. Это все есть, все существует. Узнать об Институте геологии и нефтегазовых технологий КФО более подробно вы сможете на сайте приемной комиссии КФО, а также посмотрев запись интервью с Данисом Наргалиевым на нашем телеканале. Александр Александров, Ильшат Хусаенов, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Детская железная дорога в Казани открыла очередной пассажирский сезон. По традиции старт нового сезона приурочен к Международному дню защиты детей. На торжественной линейке, открывшей праздничные мероприятия, юным железнодорожникам вручили удостоверение. Грибной канал Казани открыл новый сезон. В честь открытия президент Тарстану Рустам Миниханов и мэр Казани Эльсур Медшин посетили построенные в Казани центры грибных видов спорта. Они осмотрели тренировочные залы здания и увидели, как тренируется грибная сборная республики. В 11 городах России стартовала кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Кубок конфедерации FIFA 2017. Казань также принимала участие в запуске волонтерской программы. В деревне-универсиады участниками старта стали активисты волонтерского движения Казани, представители молодежных организаций. Здесь же было организовано прямое включение из Москвы. Татарстан вошел в двадцатку регионов с самыми богатыми семьями. Исследования составляли, учитывая данные, сколько денег остается в среднестатистической семье после оплаты необходимых расчетов. КФУ прошел научно-практические семена решений в области высокопроизводительных вычислений. О том, какие вопросы были затронуты мировыми российскими компаниями, смотрите далее. В КФУ прошел научно-практический семена решений в области высокопроизводительных вычислений. Казанский федеральный университет совместно с ведущими компаниями-производителями в области работы с большими объемами структурированных данных планирует дальнейшее сотрудничество. Цель мероприятия – популяризировать решения на базе технологии HPC – высокопроизводительных вычислений в области науки и бизнеса. Сейчас многие об этом говорят, многие слышали об этом, но использование и эксплуатация подобных систем достаточно сложное. И не все готовы перейти, допустим, со стандартной операционной системы Windows на высокопроизводительный вычислительный кластер и обсчитывать работы с программным обеспечением. В мероприятии приняли участие ведущие мировые российские компании высокопроизводительного серверного оборудования. В онлайн-режиме в семинаре приняли участие Уфимские авиационные и Нижегородские технические институты. Анастасия Иванова, Лев Холиолин, Универньюз. Журналист – профессия специфичная и может стать не только выпускник журфака. На этот раз способные редакторы были обнаружены еще в одном вузе Казани. А в каком – смотри далее. 2 мая на базе Казанского энергетического университета прошла конференция «Медиапров-2016». Именно на ней были раскрыты немалый опыт и заслуги пресс-службы КГУ. Гостями мероприятия стали представители Электропрофсоюза Татарстана и редакторы казанских газет и телепрограмм. От них юные журналисты «Энерго» узнали интересные особенности построения видеосъемки и монтажа. Для проведения конференции энергетический университет был выбран не случайно. По признанию председателей, работа пресс-службы данного вуза на сегодняшний день признана достаточно эффективной. Почему именно Казанский энергетический университет? Здесь, во-первых, созданы все условия для того, чтобы организовать такие семинары, потому что пресс-служба, являясь одной из лучших, очень много проводит работу по информированию, не только в стенах этого университета, о проделанных работах, в целом по энергетическому университету. Поэтому и тем более у нас путевку жизни в основном работники энергосистемы получают в энергетических предприятиях, получают именно в этом учебном заведении. Очень много выпускников трудится непосредственно в энергетических предприятиях республики. На этом у меня все. Творите традиции, цените моменты и дарите близким свою любовь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова